Здравствуйте! Знамения и лжезнамения. Потому что бывают и такие. Точно так же, как у чудеса. Бывают ложные чудеса. Это не надо путать с псевдочудесами. Псевдочудеса это просто какое-то странное явление, а может быть даже и не очень странное, которое кому-то показалось чудом. Мы повторяем, что человеку, который не знаком с телевидением, скорее всего телевизор показался бы событием сверхъестественным. Если он глупый, первобытный человек, незнакомый с телевизором, а если он умный, давайте не считать наших предков глупее себя. Если нам сегодня покажут механизм, который делает что-то совершенно с нашей точки зрения невероятное и невозможное. Например, производит краковскую колбасу из воздуха. Я подозреваю, что и так, в общем, процедура достаточно к этому близка. Производство краковской колбасы берут воздух и набивают его всякой дрянью. Но мы же культурные люди, мы же интеллигентные люди, образованные, поэтому мы всегда скажем, что, ну, наверное, изобрели еще что-то и вот такое. Я вас уверяю, мы живем в мире, который намного медленнее, если считать в процентах, развивается, чем жители Палеолита. Поэтому не надо сильно возноситься. Так вот, бывают кажемые чудеса, которые на самом деле совершенно естественные события. бывают псевдо-чудеса, шарлатанские. Но бывают и лже-чудеса, и лже-знамения. Может быть, лучше всего это описано Владимиром Соловьевым в так называемой краткой повести об антихристе. Владимир Соловьев был довольно своеобразный человек. И, в общем, человек скорее реакционной психологии. Но реакционер – это не приговор. Владимир Соловьев – автор изумительного письма о воскресенье. Он автор тоже изумительной и очень приятной новеллы, повести, эссе «Смысл любви». Пожалуй, все остальное либо слишком длинно, либо слишком скучно, либо слишком устарело, чтобы рекомендовать. Короткая повесть об антихристе. Она была призвана критиковать либералов, прогрессистов, которые много обещают. И там антихрист – хорошенький, гладенький, культурненький, вежливый, никого в какой-то момент не убивает, приглашает к себе глав протестантской конфессии, рима-католическому папу, православного патриарха. И говорит, я вам дам каждому все, что нужно. Тебе, вот, институт по изучению Библии, православным институт по изучению традиций, музей церковной археологии, католикам. Ну, что там нужно для инквизиции? Пару, собственно, зубных щипцов и иголки под ногти. Шучу, у Соловьев что-то другое, не помню. Ну, Большой собор. И все соглашаются из начальства. А потом приходит скромный, обтрепанный профессор библеистики, лютеранин, приходит какой-то православный старичок согнутый весь, приходит какой-то рима-католический, щупленький богослов и говорит, ты, может быть, все нам и дал, что нам нужно, а ты вот скажи, что Иисус – это Сын Божий. Антихрист зеленеет, поражает их громом и молнией, ну, душей, конечно, сразу поднимается наверх. Так вот, ложные чудеса. Мы говорили о том, что знамение – это семаэс, однокоренное слово с семантикой, то есть это какие-то смысловые нагрузки несет на себе событие или несет ошибочное прочтение. Как Господь в Евангелии говорит, что вы умеете же прочитывать небесные знаки, небесные признаки. Семантику неба – ничего, каждый понимает, что будет, если ласточки низко летают или высоко, что это барометр такой удобный. А вот невидимое небо – въезжаете? Проблема не в том, что мы не въезжаем, а в том, что мы въезжаем не в том направлении. Ну, во-первых, мы, конечно, очень западаем на деньги, очень. Привкус, аромат денег – он же аромат власти, и в России это, собственно, синонимы. И мы уже готовы поверить, что это человек от Бога. Но это, в общем, не факт, мягко говоря. Во-вторых, наши страхи, паранойя. Мы очень часто прочитываем, что вот сейчас будет конец света, сейчас пролетит астероид на голубом вертолете, сейчас население переполнит чашу земного шара, и все умрем от голода, а сейчас население все вымрет от глобального потепления, зажаримся, или просто перестанем размножаться, потому что все будут книжки читать и в социальных сетях сидеть. Короче говоря, были бы страхи, а чего бояться найдется. Великий русский антисемит Сергей Нилус, кстати, расстрелянный большевиками. Если бы большевики расстреливали только плохих людей, вот, или только хороших людей, все было бы просто. Да и люди разные, нет у такого плохого человека, у которого нет чего-то хорошего. Я по своему опыту говорю. Так, на лицо Джек Потрошитель, а внутри Потрошитель Джек. Большая разница. Так вот, Сергей Нилус страдал паранойей на почве антисемитизма. Антисемитизм был вторичный. Сегодня большинство паранойиков не ищут заговора сионских мудрецов, хотя ищут, и такие есть. Ну вот, Обама обвиняли, что он торгует детьми, продает их, значит, расчленяет в каком-то вашингтонском ресторане, кушает. То есть, уже не мы, к счастью, не евреи, а вот разные метисы и мулаты, оказывается, зверствуют. Ну, правда, там с Клинтон, с госпожой Клинтон, кажется, кушает христианских младенцев. Так один мужик с глоузду сдвинулся, пришел в этот ресторан и начал палить, и застрелил кого-то. Так вот, можно ложно истолковать происходящее с нами. Отсюда несколько замечаний. Например, мне вспоминается эпизод из биографии Владыки Вениамина Фетченкова. Это был сын крестьянина. Он в своих мемуарах вспоминал, что его кладбищенский сторож, когда он мальчиком еще приходил на кладбище, это было где-то так около 70-го, 75-го года, он практически ровесник Ленина. Вот, и тот ему показывал, говорит, смотри, здесь все мученики лежат, все мученики. Почему, мальчик спрашивал, так мы же все рабы были, а быть рабом – это как быть мучеником. Владыка Вениамин в Крыму на юге России возглавил, создал церковную какую-то худобедную администрацию, потому что, ну, должен быть какой-то порядок. Инициативный человек, дельный человек, и он говорил, что по обе стороны фронта бесы сражаются, но мы должны и в этой ситуации молиться Богу о мире, и о спасении, и о просвещении. И вот, начиная с 20-х годов, он начал подумать о возвращении в Россию. Его соблазняли наши ГПУшники, а то, что происходило в Париже, вообще вот в среде белой эмиграции, его, видимо, не очень радовало, потому что это были люди, в общем, крепостные господа, баря, а он-то был вот из этих, из мучеников. И он 40 дней подряд служил божественной литургией. Это старый монашеский, аскетический способ попытаться узнать волю Божию. Попытаться! Ничего не гарантировано. И не уехал. То есть он постился и каждый день служил литургией. После Второй мировой войны его опять стали ГПУшники соблазнять, и Бердяева соблазняли. Я знал людей, которых соблазнили, они приехали, вернулись их сразу в Среднюю Азию. Бердяев, к счастью, долго думал, а потом случилось постановление о журнале «Звезда Ленинград», он сразу всё понял, вот, и не поехал. Слава тебе, Господи, не хватало того, чтобы Бердяев умер, как Корсавин умер в концлагере. А Владыка Бениамин опять отслужил 40 литургий, молился Богу, и тот ему сказал «Поезжай». Он приехал, его не посадили, он кончил свои дни вполне мирно в Псково-Печерском монастыре. Отец Александр Мень в 68-м году тоже ведь подумал, эмигрировать или нет. Тогда все оказались перед этим выбором. Либо ты остаёшься, продолжаешь диссидентствовать, тебя сажают, либо ты эмигрируешь. И он говорил, что мне Бог сказал, это не твоё эмиграция. Ему лично он остался, он перестал диссидентствовать. Ну, его просто убили тогда, но зато всё-таки сколько лет он проповедовал Евангелие. Были знаки? Были. Он о них не рассказывал. О своём друге, отце Николая Ишлемань, он довольно скептически говорил, что тот любил рассказывать, вот лампадка сама зажглась, иконы мироточат. И он к этому сделал гениальный, мне кажется, комментарий. И вообще придавал много значения тому, чему придавать значение не следует. Вот оно умение прочитывать знаки, умение понимать, где знак, а где только подобие знака. Так ты ведь, глядя на небо, посмотришь, облако в виде президента Путина или Марака Обама. Так оно виден, ну и что? Ну и в виде верблюда бывают облака, и в виде грибца на галере. Ну совпадение. Вот она в чём сложность. Бывают совпадения. Когда мы встречаем Бога, когда Бог подтягивает нас, мы, почему мы уверуем? Потому что это несомненно. Это момент истины. Но это момент. В богообщении, дай Бог, чтобы у каждого это длилось. Но когда мы начинаем пытаться узнать волю Божию, знать Бога, и знать Божью волю – разные вещи. И что важнее? Важнее знать Бога, а не волю Божью. Мы просим, да будет воля твоя. Но мы не говорим, пожалуйста, с экспликацией, чтобы там была расшифровка, в чём твоя воля. Да нет, пусть она будет. Я, может быть, и не пойму, и будет со мной происходить что-то. Я буду всё равно благодарить, и считать это твоей волей. Так что давайте будем внимательнее к Богу. А знамения, чудеса, ложные, настоящие – это всё-таки уже вишенки на Творце. Так что осторожней, чтобы не ввести в заблуждение, в соблазн себя, ну, из-за дну других. Потому что это, знаете ли, очень даже бывает. И ничего хорошего в этом нет. С Богом! С Богом! С Богом!